И всем привет, ребят, с вами Мастер Байк, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посовещен нашим замечательным новым заданиям. Сегодня у нас пятница, 4 августа, утро. Я буквально только недавно проснулся, умылся, но и уже решил зайти и записать для вас интересный контент с новыми заданиями, попробовать их выполнить и посмотреть, сколько за одну матчмейкинговую катку на сегодняшний день есть возможность выполнить миссии. Ну и плюс, ко всему прочему, получить дополнительные награды в виде компенсации, ведь за нее можно залутать дополнительные контейнеры, а именно 9 обычных, плюс 27 звезд и плюс 3 недельных контейнера. Поэтому мы вместе с вами постараемся в рамках этого видоса все это дело реализовать, набрать 1000 очков, ну и дополнительно рассмотреть все вот эти вот замечательные ежедневные и еженедельные задания. Плюс, ко всему прочему, сегодня у нас уже появились еще и ультра уикендовские заданки, поэтому посмотрим, сколько за одну матчмейкинговую катку у нас есть возможностей для выполнения как раз-таки этих заданок. Ну как минимум компенсацию я точно хотел бы за этот видос получить. Но если вам подобного рода видосы нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 1 миллион кристаллов на 15 тысяч танкоинов. Для этого настройка игры в аккаунтике установите мой личный такт, тактимпе. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Ну и что же у нас еще касаемо заданок ежедневных, да? Давайте быстренько посмотрим, что здесь вообще есть интересного. В принципе, наверное, практически половина заданок реально выполнить за как раз-таки один бой, за исключением того только то, что здесь надо завершить бои. И, да, соответственно, у меня не будет возможности три боя сыграть, мы сыграем только одну каточку. Но даже за видос, да, если, например, играть какой-нибудь штурм за атаку, есть возможность, я думаю, что даже и три боя затушить за супер короткий промежуток времени. Ну и попробуем вообще. То есть сколько у нас вот, например, за грубо одну дефолтную катку, да? То есть у нас есть 15 минут, чтобы выполнить ежедневные заданки. Если раньше у меня часто бывала возможность за 15 минут выполнить все заданки, да? То есть вне зависимости от того, это будет одна катка, либо это, например, я сыграю несколько боев, например, в штурме, то, ну, просто была возможность за 15 минут выполнить все заданочки. Есть ли возможность это сейчас или нет? Вот в чем вопрос, который мы попытаемся, на который мы попытаемся найти ответ. Ну и ко всему прочему постараемся, постараемся, постараемся зафармить. Так, запикивает меня на год 2042 за атаку. Бойцы здесь, ну, по тапчику не выглядят супер жесткими. Тыщенку точно можно здесь залутать за эту катку, исходя из того, что я вижу. Ну и мы попробуем все это дело как раз-таки реализовать и забрать нашу компенсационочку, которую, к слову, выдали всем абсолютно игрокам в единоразовом эквиваленте, вне зависимости от того, выполнили ли вы ежедневные, ой, еженедельные заданки предыдущие или нет. Я, в свою очередь, например, вчера запотел и на бездонате добил все абсолютно заданки, да? Потому что у меня там оставалось две заданочки, да? И я отлично понимал, что именно так это все дело работать и будет. И вчера постарался, выполнил все заданки, получил дополнительные награды. И, соответственно, сегодня уже получил новые задания себе. Мы уже здесь начинаем довольно неплохо наваливать по урончику. Блин, сосу ленточку, конечно, не успел я здесь дать. Так, ну и наш тиммейт доставил уже первый мяч, ой, флаг. Будем пробовать тоже сейчас оформлять доставки, реализовывать наши овердрайвы. По сути, за полторы минуты я уже набрал 90 очков. Ну а нам надо много не мало, нам надо всего лишь, всего лишь-то набрать тыщенку. Просто тыщеночку. Просто вкусную тыщенку. Я думаю, что это все как раз-таки и реально реализовать. Особенно если у нас тиммейты особо флаги тащить не будут. У нас возможностей на реализацию, я думаю, что будет даже еще больше по скорости этого боя. Хотя лучше бы, наверное, было бы сделать досрочку. И посмотреть вот именно три боя там за условно 15 минут. Сколько бы я чего бы выполнил. Но если это будет один бой, то пусть будет один бой, да? Но с тыщенкой, да? Это тоже будет довольно неплохой результатик. Так, 250 очков у меня уже есть. Четвертую часть я уже, грубо говоря, набил. За буквально 2,5 минуты. Это неплохой результат. Так, миночку здесь ставим. Ах, на бойца у меня просто оглушение. Ой, вернее, не оглушение, а пульсарчик срабатывает. И меня просто на развалку здесь пускают. Так, овердрайв у меня появляется, который можно было бы, например, вжать вот сюда в этого мамонтулечку. Так, и наш тиммейт пытается ввести как раз-таки тоже мя... Ой, мяч. Почему я говорю мяч? Флаг. Ввести флаг. Так, есть здесь паладина смоки. Попробуем по ней тоже покидалову сделать. Так, ну и летим в доставкинса. Летим в доставкинса. Я, по сути, свое вооружение не меняю. Да, то есть я все так же играю на своем Крусейдера-страйкере с Гиперионом. Ничего здесь такого необычного я не делаю, да, по изменению вооружения. Ну и в целом, наверное, на сегодняшний день на этой комбинации можно набирать большое количество очков. Особенно если вы играете вот в таких режимах, где за каждый ваш килл вы получаете по 20 очков. Ну и плюс еще за доставку здесь можно 70 очков каждый раз фармить. У нас при этом уже 90 очков командных. Это значит, что мы уже оформили целых 9 доставок в рамках этого боя. Ну и все выглядит так, как это будет досрочка. Быстрая причем досрочка, да. Если бы мы по времени играли полную катку, то я думаю, что как раз таки набить здесь, в этом бою, пищеночку не составило бы особо большого труда. Но лучше, наверное, все равно сделать здесь досрочку. Сосулью, конечно, дал немножко не в ту зону. Давал в первый респованный танк. Но этот респованный танк взял и вышел с карты. Пятьсотка есть. Половину уже набили за, получается, четыре с половиной минуты. Это является очень и очень хорошим результатом. Но что-то мне подсказывает, что здесь будет как раз таки досрочка в этом бою. И вместе с досрочкой у меня не будет возможности за один бой все эти заданки выполнить. Но я бы сказал, что это не особо большая проблема. Так как мы просто пикнем еще один боечек. И добьем весь этот контакт. А может быть добьем и тут шестьсот пятьдесят пять очков у нас уже имеется. Так, ну и пробуем, пробуем врываться. Пробуем делать врывалову. Пробуем делать врывалову. Так, с разворота вот такую сосулендрочку даем. О, жесткая залетела на два с половиной танчика. Но не успел я, к сожалению, забрать. Здесь еще одишечку с пола и доставку оформить. Семьсот десять очков у нас уже имеется. Шикарнейший результат. Пока что в рамках этого боя Ареса вулкан здесь на клавиатуре пытается по нам тоже навалить. Немножко домашки. Так, ну а мы пытаемся оформить доставку. Доставочку, доставочку, доставочку. Давай, 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 давай. Мой вольнерчик! Блин, ну мне показалось, что я доставил, если честно. Мне показалось, что я уже доставку оформил. Так, ну и что-то у нас пошли проблемы с доставками последних флагов. Это, ну, наверное, с точки зрения того, что я могу набрать за один бой тысячи неплохо. Да, с другой стороны, мы могли бы несколько бы таких быстрых доставок и досрочек сделать. И тогда бы это бы работало бы поинтересней. Так, ну и пока что наши тиммейты тоже здесь очень часто подбирают как раз-таки флаги. Но доставить так же, как и я, их особо сильно не могут. Уже даже и через верх здесь игроки играют. У нас уже противник аж на респе стоит. Да, вот так вот в наглую играют ребята. Васпик там оформляет полет Феникса с доставкой 14-го флага. Ну и нам остается всего лишь одна доставка до как раз-таки победы. 750 очков у меня уже имеется за 9 минут боя. Ну и по сути здесь как раз-таки для полного выполнения этой заданки с компенсацией мне не хватает буквально 100 очков. Вот именно такое большое количество заданок я сумел выполнить за один лишь бой. За один лишь бой такое большое количество заданок. И ровно 900 очков. За одну катку я заформил. Это за 10 минут нашей игры. Вот вместе с включением видеоролика прошло 10 минут. Пробуем запикать еще одну штурмовую катку. И, к слову, добить, во-первых, нашу заданку с как раз-таки компенсацией. Ну и посмотрим, сколько еще дополнительных у нас заданий удастся выполнить за все это дело. То есть, по сути, 3 боя это максимальная цифра для выполнения ежедневных заданок. 3 боя, да? Потому что это, ну, очевидно, самая сложная заданка из всех заданок, которые есть. Если судить с точки зрения того, что у нас было раньше, да? То есть, когда у нас было 3 заданки. Такая же самая заданка на 3 боя могла выпасть, да? Но, очевидно, что на нее была определенного рода вероятность, да? То есть, либо у вас могло прокнуть, да? И то, что эта заданка бы у вас упала, да? С каким-то там шансом, например, там 10%. Да? Но у вас так же самое ее могло спокойно и не быть этой заданки. Соответственно, вам могли попасться заданки, когда вам нужно, например, сыграть просто одну матчмейкинговую катку и выполнить все заданки. Сейчас минимальный порог это 3, как раз таки, боя. Да? Без 3 боев вы никаким образом не сможете быстрее выполнить ежедневные заданки. Да, по времени это станет дольше, очевидно. Но, если мы будем рассматривать еще дополнительный приз, после ежедневных заданок же у нас открывается еще секретный дополнительные задания. То, если учитывать этот факт, то, в принципе, наверное, то на то окупается и вы еще можете зафармить больше. Я думаю, что для тех игроков, которые часто играют в нашу игру, это больше даже выгодная вещь. Да? То есть, они все равно играют, да? А тут они получат еще больше заданок. Для тех ребят, которые заходят выполнять исключительно только ежедневные заданки, как я, например, там условно на бездонат аккаунте, да? Это, ну, более усложненная версия, да? Я не скажу, что это скам, да? Но это усложненная версия. Очевидно, что будет сложнее выполнять заданки. Но есть у нас сейчас режимы, в которых заданочки, вернее, бои заканчиваются быстро. Вот, например, вам штурм, да? Идеальный режим для реализации. Вот здесь вы можете просто вот эти ваши три катки условно там разыграть за минут 15-20. Да, если повезет, то может быть даже за 15 вы три боя сыграете, да? Так, шикарная Сасулендра по троим. Залетает у нас уже 700 здесь. Ой, 700, говорю. 70 у нас уже очков командных. Доставки у нас залетают она за другой. Ну и, соответственно, у нас есть отличная возможность оформить здесь досрачулечку. Досрачулечку оформить. Меня, конечно, здесь рикошеты с гельчиками нагибают по-жёсткому. Но мне уже хватает очков, да? То есть мне уже за 15 минут хватает того количества, которое я здесь оформил. И, соответственно, я уже в сумме заработал компенсацию за 15 минут. Это очень и очень хороший результат. Ну и если бы первая катка у нас была бы ещё такая же самая быстрая, как вот эта катка, то, глядишь, мы бы вообще сейчас уже за 15 минут три боя бы оформили контентовых. И спокойно бы зафиксировали прибыль, да? Вот, заданки уже как раз-таки с компенсационкой у нас готовы. Ну и давайте попробуем. У нас 14 минут прошло. Сушанём ещё одну катку. Ну и я думаю, что где-то вот в районе 20 минут мы точно уложимся. Компенсация уже готова. Ежедневные заданки. Все, кроме заданок, как раз-таки с заработанными звёздами, активированными расходниками и битвами, да? То есть три боя надо сыграть. Вот три боя, и как раз все эти заданки уже 100% железно у вас будут выполнены за три боя. Так, ну и по недельным. По недельным там есть режимы, да? Поэтому недельные заданки мы в расчёт не берём. Здесь очевидно, что не всё так просто. Ну и плюс здесь ещё есть заданка выполнить ежедневные миссии. То есть ваша задача выполнить 30 ежедневных миссий. И только после этого у вас есть возможность как раз-таки вот этой вот дополнительной подлудачки. Но в целом, наверное, за три боя, за, ну грубо, наверное, там 20 минут, если играть с засрочками, есть возможность всё выполнить. Максимальный промежуток времени, за который вы выполните все заданки, это три матчмейкинговых катки. Если это полные бои, по сколько у нас получается? По 13 минут бои, да, если я не ошибаюсь, идут. То есть это за 40 минут вы можете выполнить все ежедневные заданки. В целом, наверное, всё равно даже, даже если брать целые заданки, это не супермного, потому что у меня, например, раньше бывали такие заданки, где надо там доставить мяч, либо доставить флаг, да, и на этих заданках я тратил безумно большое количество времени, потому что, например, не мог никак там, например, доставить мяч, и тратил там три боя условно, да. Ну, ещё при этом была возможность смены, например, заданки, да. Но чаще всего были такие моменты, когда я менял ещё и эти заданки за кристаллы, да. Сейчас же все заданки прямолинейные, они не включают в себя доставки флагов, доставки мячей, да, и они все выполняются в любом режиме и в любой катке, да, то есть в одной любой катке можно всё это дело выполнить. Ну, и за исключением только то, что там надо завершить не один бой, а три боя, да. Поэтому с этой точки зрения это очень неплохо, потому что у вас есть возможность как раз-таки супербыстрого выполнения, и не нужно выбирать определённый режим. Именно для ежедневных заданок. Для недельных, понятное дело, что вам надо уже подбирать режим и играть все режимы по 300 очков. Ну, 300 очков это тоже, как говорится, довольно маленькая цифра. Ничего здесь такого страшного в этом нету. К слову, здесь я мог бы даже поменять, наверное, дрон. Взять бы здесь можно было бы, например, что? Например, ой-ой-ой-ой-ой! А куда мы? А, всё, понял. Ну, можно было бы здесь взять, например, ловкача, чтобы доставки оформить побыстрее. Ну, ладно, мы уже останемся как есть. Попробуем чуть-чуть почистить зону доставочки для нашей команды. И чтобы наши тиммейты уже здесь всё быстренько оформили. Уже у нас, получается, 5 доставок есть. Попробуем почистить зону. Покидать домашки. Аппетитненькой домашечки. Так, хоппер, молот. Здесь у нас противника немножко мне тоже накидал. Но за меня, по сути, все бойцы, которые сейчас бьют звезды в вызове, принят. Поэтому они уже, как говорится, на опыте. На опыте в этом плане двигаются. На максимальном опыте. Есть у нас интересные призы в этом. В вызове принятие. Есть возможность заформить легендарное устройство штурмовая кассета. И большинство игроков именно за эти устройства и потеют. Да, и стараются именно его забрать. Так, сосулендрочку даём. Опять сосулендра. Молочная получается у нас. Ну, 125 очков я заработал. В принципе, минимальное количество звезд в виде двух я точно здесь получу. И мне этого будет достаточно. 110 у нас уже есть. Очечий. 120. Шикарно пока что у нас вот именно по реализации боя. Прям то, что надо. Залетает. То есть, если по сути брать не всю продолжительность моего видеоролика, а только то время, сколько я играю, то за 15 минут, за 15 минут у нас будет сыграно целых три боя. За 15 минут. Это очень хороший результат. На сегодняшний день сыграть три боя за 15 минут. Это, ну, дорогого стоит, наверное. Я бы сказал так. А, это Шарелла наша. Я думал, что это шар противника. Я уже испугался. Прятался от него. А это, оказывается, наша Шарелла. От которой я мог вообще, по сути, не прятаться. Две доставки остается оформить. Наши тиммейты тут. Контактика плотненького в этом плане выдают. И это, конечно, не может не радовать, что такие бойцы есть. Есть такие бойцы в ЮТ-шечке. Один, два, три. Это очень дорогого стоит. Так, ну и попробуем такую скрытую просто сосулю дать. Я даже не видел, куда, чего, где будет залетать. И просто-напросто еще одну доставочку оформляем. И Миха оформляет еще одну доставку. Все, все заданки выполнены. Ежедневные. Дополнительно смотрим, как у нас появляется еще одна заданка. Скрытопульная. Да, смотрим на скрытопульную заданку. Да, вот как только я выполняю эти заданки. Появляется еще, получается, семь заданок, которые называются Энкоры. И в них надо уничтожить вражеские танки. Уничтожить вражеские танки критическим уроном. Войти в тройку лучших игроков. И активировать каждого припаса по 50. По 50 каждого припаса. В принципе, наверное, ничего сложного здесь нет. А, и открыть стандартный контейнер и получить награду за проделанную работу. Вот так вот. Как-то так. Пишите, что вы думаете по поводу новых заданок. Как вам весь этот вид показал наглядный пример, за сколько времени можно их выполнить. Да, и каким образом, в каких режимах все это дело работает. Пишите все свои мысли. Ну и заработал дополнительно еще вкуснейшую компенсацию. Поддержите данный видос лайком, если вам был интересен. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Подписывайтесь на тележечку, ссылочка на которую есть в описании, где весь лайв-контентик и вся информация по стримам. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.